Новый благочинный, священник Игорь Чабан, назначен на руководящий пост распоряжением правящего архиерея, митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия. До своего назначения отец Игорь был настоятелем храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в Дмитровском районе. Несет ли какие-то изменения в православной жизни Серпухова новое назначение? Нет никаких изменений произошло, ни территориально, ни богослужебно. То есть все священнослужители остались на своих местах. Те 44 храма, которые были в видении отца Владимира, они по указу переходят под мое видение. Также на них ведется та же работа, богослужение. Те священнослужители, которые несли в городе, в больницах, в школах свои послушания, все осталось также без изменений. Что же касается инцидента со сгоревшим храмом села Васильевское, который, по словам местной прессы, и послужил причиной кадровых перестановок, новый благочинный был осторожен в комментариях, но исполнен решимости восстановить его в былом величии. Насколько это будет возможно, я тоже приложу те усилия на восстановление порушенного, прошу прощения, того вот храма, который был, все мы знаем, в Серпуховском районе, пока причина выясняется, но сам факт, что он был сожжен, да, то есть подожгли его или это было возгорание внутреннее, сейчас следствие поэтому уйдет. Я уже связывался с Министерством культуры, нужно создать проект, проект этот утвердить, и храм будет восстановлен идентично тому, который был уже до этого, стоял на этом месте. Что же касается планов отца Игоря по работе в новой должности, то здесь особое внимание будет уделено работе с молодежью и в целом с прихожанами, чтобы, как он сам признался, произошедшие перемены никак не повлияли на духовную жизнь Серпуховичей. Алексей Романовский, Александр Поваляев, Общественное телевидение Серпухова.